Я приехала домой, я сказала, да, у меня рак. Вокруг лечения очень много мифов. Рак – это территория чудища. Те же самые СМИ, вот все плохо, никто вас не вылечит. Ну, какой смысл, да, эти лечиться? Но у нас об этом не принято говорить, что у нас очень большие успехи в онкологии в российской. Наступает ночь, когда я понимаю, что вот эту ночь я, скорее всего, наверное, не переживу. Единственный случай, когда опера принесла реальную пользу. То есть они мне не дали умереть. Если они меня вытащили, значит, они вытащат других. Вся Великая Тройка переболела раком. И Повороте, и Доминго, и Карерус. У нас в нашем клубе, как говорит Хосе Карерус, в этой болезни всегда есть место чуду. И не надо вот лежать, как травиата в последнем акте. И врач говорит, вот, смотри, смотри, какой тебе бонус. Я поняла, что пока ты бежишь, вот точно не помрешь. Это же совершенно особые люди, у которых был рак. Они же одной ногой уже там побывали. А фиг его знает, вот стала я лучше или нет, не знаю. Добрый день, дорогие друзья. С вами я, Ольга Ушакова. И наша программа «Планы на жизнь». Сегодня у нас в гостях оперная импресарио Любовь Глазкова. Мне как спортсменке не очень знакома сфера деятельности оперной импресарио. Интересно, что это такое? Я тот человек, который охочусь за какой-то звездой, получаю эту звезду. А потом мне еще предстоит, после того, как я заключила контракты, организовать концерт в России, в Москве или в Петербурге. Ну, огромная работа, которая требует очень больших затрат всяческих. И очень много времени отнимает, потому что работа со звездами – это перспектива на несколько лет вперед. А что же это за звезды? Ну, как вам сказать, среди моих коллег такие певцы, как «Луча на повороте», который ушел от нас. И мы его очень… до сих пор нам всем его очень не хватает, потому что был замечательный человек. Большая редкость, когда большой художник и большой человек в одном человеке сконцентрированы. И Хасе Карерас. Да, в памяти остался, конечно, такие люди. Я даже о повороте не могу сейчас в прошедшем времени говорить, потому что для меня он всегда есть и всегда будет. Ну, просто перестал петь, и все, ушел со стены. Где-то он есть для меня. И Хасе Карерас, и Хуан Диего Флорес, и мой любимый коллега Хасе Кура, которого я обожаю, с которым мы очень много лет многие вещи очень хорошие, красивые делали. И Энио Морикон, и Владимир Косма. Иногда я отрываюсь от оперной тематики, но далеко не ухожу. И очень я люблю своего коллегу Альбана Коризи, которого все знают по песне Филичита, и так далее, и по Анжелии, и все на свете. Ну, это моя юность, и тоже я это все обожаю. Но я его уговаривала спеть опер, и он согласился. И у нас есть оперная программа, которая называется «Коризи Канта Коруза», то есть Коризи поет Коруза. Весь репертуар Энрика Коруза перепел Альбана Коризи. Сейчас я сконцентрировалась почти целиком и полностью на своей российской национальной оперной премии «Онигин», которую мы учредили три года назад. И мои друзья подбили меня на это дело. Мы с коллегами учредили национальную оперную премию. Три сезона прошло очень успешно. Тоже со звездами, тоже и с российскими звездами, и с зарубежными звездами мировой оперы. Это вот совсем недавно было то, что в Санкт-Петербурге. Совсем недавно в Петербурге, да, третий сезон оперной премии прошел. Награждения, церемонии, победители. Это большая работа, потому что у нас в орбите более 40 оперных театров и антреприз российских, которые все выставляются на конкурсы. Все это надо отсмотреть, и все это надо... Затем надо познакомиться с певцами поближе. И кроме оперной премии, это еще серия благотворительных концертов по России. Российские оперные звезды будут помогать заниматься благотворительностью. Я их уговорила на это. И два больших проекта. Это одна из лучших сопрано мира. Диана Дамрау. И мой проект Венчиро, который сейчас для меня, как любимое дитя, потому что это меня близко касается, это проект против рака, против нашего врага. Рака груди. Против рака молочной железы. И очень интересный проект с раком молочной железы. Я пытаюсь, не пытаюсь, а уговорила бороться с самых видных мужчин мира. Вот как. Которые сейчас будут нас, девчонок, заставлять за собой следить, просвещенно относиться к своему здоровью. Мы сейчас об этом чуть позже поговорим более подробно. Надо рассказать. Мне кажется, это очень интересный проект. А давайте поговорим сейчас, откуда родился этот проект, из чего все началось. В 2012 году, я знаю, вы узнали свой диагноз рак груди. Как это произошло? Это произошло совершенно ужасно. Во-первых, я была готова, в отличие от моей семьи, от моих близких людей. Вернее, мой муж тоже уже был готов к этому, потому что какие-то предпосылки были. Я практически для меня не была никакой новостью. То, что мне озвучили диагноз, что опухоль моя злокачественная, недоброкачественная, как иногда бывает. Я надеялась, конечно, как мы все, что пронесет, и не будет рака, а будет обычное, ну, что-то доброкачественное. Были предчувствия. Были предчувствия, и были такие очень серьезные предчувствия. И там целый комплекс был предчувствий. И в результате моя близкая подруга, доктор медицинских наук, которая здесь на соседней улице проживает. Как можно назвать? Кто это? Елена Сергеевна Феденко. Она меня буквально в охапку сгребла и отвела в Ромс, где мне сделали маммографию, и стало все понятно. С одной маммографией уже? С одной маммографией. Она очень информативная, причем опухоль была уже на такой стадии, что там не было никаких иллюзий сразу же. То есть сразу после маммографии уже я по лицу доктора все поняла. Это было в декабре 2012? Это было в декабре, вот ровно вот в эти же дни, 2012 года, 6 лет назад, да, сообщили мне совершенно без всяких обвиняков. То есть меня никто не готовил, меня как-то не пытались поддержать доктора. Мне сказали, ну вы же не девочка, вы понимаете, что это рак. Я понимала, что это рак, я не очень сильно удивилась. А дальше было очень все тяжело, потому что мне надо было перехватить. Я поняла, что если я не перехвачу инициативу моих родственников, моих родных, то они помрут раньше, чем я. То есть что происходило с ними? Происходило с ними, они очень боялись, естественно, все этого диагноза, потому что у нас до сих пор существует такое понятие, что рак – это приговор, рак – это конец света. Это иногда так и бывает. Но мы-то с вами по-другому считаем. Да, мы не скрываем, что от рака иногда умирают. Но я прекрасно знала, что это случается далеко не всегда. И потом даже вот как бы там со мной не было дальше, я поняла, что мне нужно беречь родных. И меня все мои онкологи, которые меня лечили, они меня прежде всего научили беречь родных, потому что они мне сказали такую потрясающую вещь. У меня была химиотерапевт, такая очень пожилая, Алиса Владимировна, замечательная, в 62-й больнице, доктор. Она сказала, дедочка, у тебя-то мы вылечим, даже не думай. Береги мужа, береги мать, береги семью, потому что они переживают больше. И мне надо было каким-то образом выкрутиться так, чтобы я приехала домой, я сказала, да, у меня рак, спокойно, все ша, все сидят. Они там уже сидели с трудом. Я говорю, это лечится, у меня все будет в порядке, я просто начинаю лечиться. И мы начали лечиться. И вместо того, чтобы очень удобно, я должна была начать жалеть их, чтобы они не жалели меня. И получилось так, что действительно все собрались. Все сказали, ага, никакой не было паники. Мама варила кислые щи, которые я могла, только кислые щи я могла есть во время химиотерапии. Мне очень помогали замечательно. Была тошнота? Все были при... не было, ничего не было. Все были при деле, все занимались чем-то. И мы просто пережили вот этот вот момент, когда полтора года лечения мы спокойно, вдохновенно все трудились, каждый на своей ниве. Я лечилась, кто-то варил щи, кто-то зарабатывал деньги. Все знали, что делать. И никто не кис, никто не вякал, никто не лил слезы. А лечение, получается, длилось полтора года? Это что было? Лечение длилось полтора... Вообще лечение длилось пять лет. Потому что после всего того, что надо пройти во время лечения, еще назначается гормонотерапия, которая принимается в течение пяти лет. Вы уже закончили. Я совсем недавно закончила принимать гормоны. Сейчас я буду прощаться с лишним весом. Я этого очень жду. Потому что гормонотерапии дают прибавку лишнего веса, но это не навсегда. От этого можно... И прямо буквально на глазах прошло 2-3 месяца после закончения гормонотерапии. Вес начал потихонечку, но он начал меня... Я его начала отжимать от себя. Самый приятный момент для любой женщины. Это очень приятно. Но вообще были несколько приятных моментов. Даже в моменты самого тяжелого лечения, когда мне делали операцию, у меня была радикальная амстоктомия, но мне хирург сказал. С восстановлением. Ты же не понимаешь своего счастья. Я сидела и думала, господи, как же у меня счастье-то, которого я не понимаю. Оказалось, что одновременные реконструкции подразумевают пластику живота. Когда я после операции смогла встать, я увидела абсолютно плоский живот. И врач говорит, вот, смотри, смотри, какой тебе бомб. Сейчас можешь есть все, что хочешь, но у тебя всегда будет абсолютно плоский живот. Я подумала, о, интересно дело. Вот что-то такое все-таки даже в этих тяжелых моментах всегда можно найти какую-то такую земляничину, которая там вот ходишь вроде среди асфальта, все плохо, а бац, и куст земляники растет. Это, боже ты мой, какая прелесть. Оказывается, вот можно во всем так это порывшись. А как из операции выходили? Это же ведь достаточно непростая операция. Она у вас 9 часов длилась, правильно? 9 часов длилась. Но я как-то так вот у меня... Было так... У меня вообще очень много вокруг лечения, очень много мифов. Я очень хочу, я сейчас всем рассказываю, когда ко мне обращаются люди, говорят, у меня завтра начинается химиотерапия, а послезавтра помру. Я говорю, да нифига ты не помрешь? И кто тебе даст помереть? И почему вы все настраиваетесь? Если химиотерапия, то обязательно будет тошнить, ты обязательно будешь лежать пластом. Обязательно... Во-первых, сейчас есть такой комплекс лекарств, огромное количество поддерживающихся, всяких лекарств, которые помогают обойтись безо всего. Главное, чтобы знали. Мне тоже говорят, вот, сейчас вот все будет болеть, вот сейчас вот будет тошнить. Ничего этого не было, у меня этого не было. Ну, это индивидуально все. То есть я приезжала... А нет, у меня есть такой вот целый комплекс, вот как этого избежать. Во-первых, надо очень много пить. Вот все говорят, ой, я не могу. Я такая вся прям трепетная, я пить не могу. А пить надо 2,5-3 литра в день. Потому что препараты выводятся с водой. И надо заставлять себя пить. Чем больше ты пьешь, и не надо вот лежать, как травят в последнем акте, и вопить, что ой, я не могу там стакан воды выпить. Надо, ничего не поделаешь. Пьешь воду, все выводится легче. Потом мне, конечно, очень помогло мое животное с хвостом, которое бегает. Потому что хочешь, не хочешь, надо несколько раз в день выходить. Я после, на следующий день, у меня химия была по пятницам. А в субботу, в воскресенье у меня были очень активные дни. Потому что, во-первых, моих обязанностей по дому никто не отменял. Я за рулем. На мне поездки в магазине за продуктами. Муж носит, я вожу. Длительные прогулки. Это все во время химии, все операции. Да, во время химии, да. Но я все время девочкам говорю, что зря боитесь, не настраивайтесь. Вот тоже вам будут говорить, что будет все плохо, будет упадок сил, все. Вот настроишься на упадок сил, на тошноту, сразу все это будет. Попытаешься просто как-то пройти мимо этого. И, может, ничего не произойдет плохого. Ну, да. Поэтому, ну, тут у меня во время химии была, у меня долгая была химия, у меня было 18 курсов, и у меня был такой вот стиль жизни специальный. И, прежде всего, я старалась очень много двигаться. То есть двигаешься, я поняла, что пока ты бежишь, вот точно не помрешь. Вот ляжешь, точно, на бегу никто не умирает. Банальная фраза на движении. Хотя иногда умирают, но не от этого точно. Нельзя останавливаться, надо все время куда-то идти, надо все время чем-то себя занимать, надо все время что-то делать. Я не говорю, что нужно встать и сделать генеральную уборку. Это глупо. Этого не надо делать, не надо себя нагружать какими-то обязанностями, которые неприятны, или какая-то рутина, не надо. Ну, да. Надо что-то делать, что приятно, что полезно для тебя, прежде всего. А после операции я... И меня вот к чему я все-то говорю. Меня настраивали, что химия это будет так... Вот химия это самый страшный такой вот участок. А потом будет операция, это будет вообще кошмар. Ты встать не можешь. Я операцию вообще не почувствовала. У меня другая ситуация. То есть я ждала этой операции просто как манны небесной, потому что я пришла в раздрызганных чувствах после химии. Я пришла к хирургу, а у меня была жуткая истерика. Я рыдала там что-то. Было несколько нервных срывов тяжелых. Почему? У меня врачи доводили до нервных срывов. Должен был быть последний курс химии, после которого должна была уже быть операция. И была хронология, которую нельзя было нарушить. А я приезжаю в 62-ю больницу, а мне никто не сказал, что мне нужно делать не биохимию, а просто кровь из пальца сдать. Я просидела, прождала биохимию, уже лаборатория была закрыта. И получалось, что я опоздала. Опоздала с этой кровью. То есть сегодня у меня не будет последнего завершающего курса химиотерапии. У меня рушится все. У меня рушится хирургия, все абсолютно идет. То есть схема лечения, она получается? Она вся получается под корень. И я, конечно, жутко совершила. Причем девчонки, что-то мне еще там был, видимо, наплыв. Кто-то нахамил, кто-то кому-то нахамил. В общем, все. А человек, который делает химию, человек без кожи. Что такое человек без кожи? Без кожи. Это значит, эмоциональный фон так меняется, что тебя может задеть абсолютно все. То есть ты видишь несчастную собаку, ты выбитый из сил. Ты видишь несчастного старика на улице, ты выбитый из сил. Ты заходишь в Фейсбук, там какой-нибудь фестиваль собачьего мяса, ты потом на неделю абсолютно не человек. Тебе кто-нибудь схамит, и ты уже совершенно вне себя. Я уже даже в Фейсбуке попросила, говорю, ребята, пожалуйста, избавьте меня вот от этого. Не надо мне это присылать. Я пока не могу это переварить. Потом. Но сейчас это прошло, конечно же. Да, конечно же, нет. Все равно жалко и стариков, и собак. Ну, конечно, не так, как тогда. Не так остро ощущалось. То есть не ощущаешь, как просто вот какую-то такую эмоциональную, очень большую, ну, не катастрофу, но, в общем, где-то в этом духе. У нас началась вот операция после того, как узнали диагноз. Она была в марте, по-моему, да? Нет, операция у меня была в июне. А, в июне, да. Как раз заключительная химия и операция. И операция, вот к чему я все это говорю, что операции я совершенно не боялась, потому что я понимала, что операцию я перенесу нормально. Вот у меня было абсолютно такое ощущение. Я встретилась с хирургом, я увидела хирурга, который будет меня оперировать. И он меня спросил, что ты хочешь? Почему вы в таких раздраенных чувствах? Я говорю, вот, это ты, и вот эта вот мастектомия, кошмар, я останусь. Так, скажите мне, что вы хотите? Я говорю, я хочу проснуться без рака, но чтобы у меня все было на месте. Он говорит, ну так и будет. Так и будет. И я с абсолютно счастливой улыбкой идиота вышла из кабинета. Муж на меня смотрит и говорит, что с тобой? Ты хоть спросила, сколько это стоит? Когда это будет? Я говорю, нет. Иди ты спрашивай, потому что я говорю, я не могу. И у меня все, у меня моментально у меня все высохло. Да, у вас все хорошо. Я поверила этому человеку. У меня ничего хорошего не было. Почему? Потому что предстояла огромная операция. Нет, ну, в мыслях-то настроек. У вас все хорошо. Я сразу как-то вот устаканилась. Это огромное счастье, когда встречается вот такой человек, такой хирург, который тебе говорит, бежит по мозгам, все сразу. Ух ты! Я проснусь, у меня не будет ничего, зато у меня все будет на месте, и все будет позади. Химиотерапию я закончила. Сейчас я переживу операцию. Я верю этому человеку. Я верю анестезиологу. Я верю хирургу. Он сделает так, как он сказал, и все будет хорошо. Я операции не боялась вообще. Вот, наверное, я была как отчокнутая. Но я ее ждала и не боялась. Я знаю, что был момент после операции, когда вы почувствовали, что можете умереть. Да, это была совершенно другая история. Я, когда меня привезли, сгрузили в одноместную палату, за что очень благодарна своему доктору. Он говорит, что творческую личность привели. Давай-ка мы ее изолируем от нормальных людей, чтобы она там где-нибудь в сторонке сидела. Вот. И была свободна. Просто палата очень хорошо. Это сколько уже прошло после операции? После операции 12 часов. Это прям сразу в отдельную палату? Из реанимации меня привезли в одноместную палату. Замечательно, совершенно удобную, прекрасную. И я буквально там на второй-третий день меня уже подняли. Я уже поднялась. Начали ходить. Через несколько дней меня пригласили на перевязку. Вернее, сначала приходили ко мне, потом уже ходила я. Я начала, я все время двигала лапами. Я пыталась двигать лапами, потому что, во-первых, хирурги не запрещали. Во-вторых, ну, опять же, лежать неконструктивно. Ну, двигаться надо, конечно. И я в какой-то момент, я начала понимать, что, ребят, я пережила. То есть у меня позади вот все это осталось. Я выздоравливаю. Именно вот в самой больнице вы решили, что все... В больнице, да, да. Ну, после операции я уже поняла, что и операция прошла нормально, и все уже прижилось, потому что... Хотя должны были быть еще лучи, да? Лучи, это уже потом, это уже совсем отдельная история. Мне пока никто не говорил. То есть там дозировано, там очень деликатные люди. Они меня лучами обрадовали уже, когда я была практически готова к выписке. Это было потом. И получилось так, что база температура. Температура явно не операционного характера. Потому что здесь все приживается нормально, все замечательно, все красиво. Смотрю, пуз плоская. Здорово. Вся как космонавт в этих дренажах. Ну, да, да, да. И я понимаю, что что-то со мной не то. И температура держится и держится. Приходит доктор и говорит, что что-то похожее на больничную инфекцию. В результате я понимаю, что откуда я ее взяла, я не знаю. Больничная это или инфекция. Может быть, это из-за трубки, которая была во время операции. Может быть, я простудилась в реанимации. Там холодно. В реанимации всегда холодно. Вряд ли. Где-то чего-то, ну, мало ли надо человеку, который вот столько перенес. Может, где-то что-то кашлянул, чихнул, не знаю. Я понимаю, что у меня начинается воспаление легких. Как доктор тоже у меня говорит, что, скорее всего, это воспаление легких. Меня отправляют на рентген. Я прихожу туда абсолютно счастливая. Потому что я-то думала, что у меня метастазы. У человека, онкологического больного, что сразу в голову клеить? Ну, метастазы, конечно. Метастазы. Ко мне хирург говорит, не боись, сейчас пойдешь. Там девочки наши, они ищут. И мне говорят, ну, здесь воспаление легких пришло. Я говорю, слава богу, хирург. Я говорю, да вы что, доктор? Я говорю, вы не понимаете счастья моего. Потому что я-то думала, что, ой, дур какая, слушайте. После химии она что-то у себя там еще что-то нашла в легких. Говорят, ну, я еще тогда не понимала, как это все работает. Сейчас я очень хорошо понимаю. Тогда и... Вот. И воспаление легких. И я поняла, что я просто не справляюсь. Мне ставят такую бабочку красивую. Начинают у меня калывать огромное количество антибиотиков. А мне все хуже. И я наступает в июле, наступает ночь, когда я понимаю, что вот эту ночь я, скорее всего, наверное, не переживу. Потому что сил уже нету. То есть я боролась, я пыталась, но у меня уже нет сил. Я не выдерживаю эту температуру, которую очень долго. Уже меня преследует где-то месяц. Я с температурой справиться не могла никак. Вот. И лекарства не помогают. А кто-нибудь был рядом? Вот кому-то можно было сказать, позвать? Ну, в одноместной палате, как уж позовешь-то ночью. Я поняла, что... Не, ну, я могла, конечно, там пойти пост разбудить. А к чему это все? И как объяснить, что я, наверное, умру, да? Вот как объяснить? Я себе объяснила. А кому это интересно? Там иногда, да, там случаются иногда это больницы онкологические. Очень редко, но бывает такое дело. Я привыкла сама выплывать. Я никогда не ищу. Вот давайте я сейчас тех созову на помощь, там, у-у-у. То есть армии вокруг не будет. Вот ты есть одна сама у себя, попытайся. Звонить мужу среди ночи, ну и что? Чем поможет? Звонить, прощаться с родными, ну, ребят. И что с ними будет? Как они-то доживут до утра? Ну, и в результате я поняла, что мне просто не надо спать в эту ночь. И я нашла превосходный выход. У меня был планшет, где я пересмотрела все сериалы. Слушай, так приятно лежать в больнице. Лежишь, тут вокруг тебя миллион человек. Цыганочку с выходом пляшут, там, те всякое вкусное приносят. А ты лежишь, смотришь сериалы. Не у всех так, к сожалению. Ну, у меня тоже было не так, но я старалась к этому подходить так. Ну, конечно, не так, естественно. И перевязки, и дренажи. И не все цыганочку пляшут. И не все цыганочку пляшут, но в 62-й все пляшут цыганочку, там все такие. Поэтому я сейчас, для меня вообще другого места нет. 62-я больница, это вот то, куда я сейчас отправляю всех. Вот когда мне звонит человек, говорит, у нас в семье. Я говорю, срочненько едем в 62-ю больницу, мы едем в 62-ю больницу. То есть там пляшут цыганочку абсолютно все. И вот что я сделала. Я надела наушники, я включила планшет. Думаю, не, спать нельзя. И я на полную громкость включила звук в планшете. И я всю ночь слушала свои собственные концерты. Потрясающе, конечно. И это был единственный практический случай пользы от оперы, о которой, по-моему, знает мировая история. Ну какая от оперы польза? Никакой. А здесь был единственный случай, когда опера принесла реальную пользу. То есть они мне не дали умереть. Я потом, когда рассказала своим коллегам, что вы мне помереть не дали, потому что я слушала ваш концерт, там орете вообще со сцен, как дешевле. Потому что опера, это же громко. Ну да. Я говорю, я слышала, как вы там завываете. И я вот на ваш голос просто вот откуда-то оттуда, я шла уже на этот звук, на этот громкий голос. И я дослушала где-то до 4 утра, это было летом, июль, очень рано расцветал. До 4 утра, когда уже взошло солнце, и я дослушала какой-то очередной концерт, вот очередного Хосе Куры, я сказала, ну все, хватит, вот я точно сейчас не помру. Потому что уже вошло солнце, уже люди начали шевелиться. Я увидела, что идут собаки, которых я кормила там 2 месяца. Это была замена моей собаки, там 2 больничные собаки, у меня классные совершенно там были. Вот. И я встала, где-то в 5, в начале 6-го я поплелась вот так кормить собак. У меня охранник говорит... И захлопнулся. Дверь открыл, я вышла, собаки прыгнули, я упала, в общем, потом меня кто-то куда-то поднял. Но я поняла, что все. Это было обморок или что? Нет, от бессилия. От бессилия. Но бессилие уже не такое, что вот я уже не поднимусь. А меня кто-нибудь куда-нибудь поднимет, но я уже пережила. Это бессилие от борьбы, наверное, было вот за жизнь вот в эту ночь. Наверное, бессилие от борьбы бороться же пришло. Да бог его знает. Я даже как-то об этом не думала. Просто дело в том, что когда на тебя после операции, после химиотерапии два вот таких полкана прыгают, там уже нормальный человек этого не вынесет. Причем собаки прыгали так, что я когда уже сил набралась, а я мужу потихонечку сказала, привези мне вот тот антибиотик, который я принимаю, когда у меня вот что-то, какие-то проблемы с бронхами или еще что-то. Мне привез, я с трех таблеток встала на ноги. Вот как так бывает? Ну, просто зашел в аптеку, купил обычный нормальный препарат. Я выпила три таблетки три дня. На четвертый день я была уже практически в порядке. Да вы просто готовы были встать на ноги. Просто не готовы были сдаться. Ну, видимо, может быть, препараты не подходили больничные или еще что-то. Ну, по-всякому. А мне кажется, это ваш характер. Наверное. Ну, в общем, я так как... Все. И когда я уже набралась сил, я уже один раз... А у нас замечательный был совершенно доктор Максим Викторович, его звали. Ой, Максим Алексеевич. Я иду, за мной какие-то люди идут, на меня прыгают собаки. Опять начинается. Опять я звоню мужу привозить свежий халат, потому что на меня опять зараза Макс прыгнул. И я начинаю на Макса орать. Макс и Миша. Это собаки. Собаки. Больничные. Макс, твою мать. Ты на меня упрыгнул. Я же тебе сейчас хвост оторву, Макс. Ты же понимаешь, я уже могу. И не факт, что тебе его не пришьет Бурлаков на место. Бурлаков пришьет тебе хвост. Только не факт, что туда, куда надо. Макс на меня стоит и смотрит. А сзади идет Максим Алексеевич и говорит, Люба, это вы мне. Замечательный совершенно доктор, который всех веселил. Он абсолютно всегда на позитиве и как-то пытался. Это вы мне. Да. Вот так мы оторвали Максу просто. Вот помните, раньше мы с вами беседовали, и вы рассказывали о том, что, в принципе, вы не распространялись о своей болезни, но перед операцией вы со всеми попрощались на фейсбуке. Ну, я с одной стороны не скрывала, а с другой стороны, если я с кем-то встречаюсь или я с кем-то общаюсь, ну, что, о, у меня рак. Ну, кому это интересно? Поэтому я просто не говорила. Я как-то так вот жила и жила. А потом вы рассказали. То есть я лечилась, а в ночь перед операцией буквально там ко мне уже дали таблеточку, когда уже надо было отрубиться до утра, чтобы проспать еще. Потом 9 часов я же не высплюсь под наркозом. Мне же еще нужно ночь проспать спокойно. И какова же была реакция у людей? Я просто сделала пост в фейсбуке, где я сказала, что у меня на завтра операция, у меня рак. Я не знаю, как она закончится, но на операционном столе всякое бывает. И серьезное довольно дело, долго. Наркоз, вы же понимаете. И достаточно серьезный пост был. Ну, вот сейчас я уже могу шутить, а так я просто тихо, спокойно, без эмоций, без каких-то, без посторонних соплей вообще не очень. А как люди реагировали? По-разному. Реакцию людей я потом узнала очень интересную. Вот когда уже я начала выпутываться из этого, когда я уже вернулась к нормальной жизни, и когда, собственно говоря, уже можно было сказать, что я на пути к выздоровлению, вот здесь было интересно. Вот здесь было интересно. А так, когда люди узнают, что у коллеги, у подруги рак, то, конечно, кто-то начал голосить, кто-то спокойно пожелал выздоровления. А кто-то ушел, отвернулся. Кто-то сказал, что мы с тобой, какая помощь нужна, мы рядом. А были кто-то вернулся. Кто-то сказал, ну ты держись. Есть такие фразы, которые вообще нельзя произносить, когда человек тяжело болен. Вот, например, вот ты держись, это где-то ты там держись, а мы пойдем в ресторанчик. А ты там держись, а мы пойдем, а ты держись. Тут все стало ясно совершенно. То есть вот уровень взаимоотношений. А потом началось самое интересное, что несколько человек мне не отдали долги. Вы сказали, у тебя же рак, а зачем мы тебе будем долги отдавать? Ты же умрешь с раком. Нет, ну прям так и сказали. А прям так и сказали. А вот прям так и сказали. Удивительно. Тяжело и интересно было пережить, да. Муж еще смеялся надо мной. Говорят, если бы тебе все, кто должен, отдал долги, мы бы, наверное, 4 дома на Рублевке купили, а то и 5. А они люди как-то совершенно, они узнали, что... Причем это не долги, а те оплаты за работу, которые я сделала. Обязательства, которые... Да, которые были у людей передо мной. Что сейчас с этими людьми, не знаю. И знать не хочу. Ну, то есть такой своего рода фильтр произошел в вашем окружении. Фильтр произошел, да. Некоторые люди говорили, вот, а мы здесь вот у нас знакомая певица, давайте мы ей концертное платье соберемся купить. Люд, ну давай, у тебя же все равно деньги не нужны. Ты говорила, зачем мне деньги? Я болею, я лечусь, от рака мне деньги-то зачем, люди? Ну, несмотря на это, вы все равно с этим стойко справились, вышли. Это, наоборот, дало, наверное, силы. Знаете, вот бывает такое вопреки, вот, слово. Да нет, я бы не сказала, что сила, это, конечно, это безумно неприятно. Это неприятно. Это безумно невыгодно, потому что деньги всем всегда нужны, их мало не бывает. Тем более, когда ты лечишься... Но собраться-то все равно пришлось. Ну, а потом я просто подумала, ну и что, вот сейчас я буду сидеть и переживать по поводу этих людей. Была одна совершенно омерзительная история, которую я ненавижу вспоминать. Может, не будем тогда брать? Нет, почему? Это очень хорошо. Я просто к тому, что вот это вот надо просто все вот так вот отставить от себя. И пусть эти люди живут долго и счастливо, но не рядом с вами. Освободить свое пространство. Вот, потому что это лакмус, это либо человек должен быть с вами, либо нет. Но хороших там больше было? Много было плохих. А хороших? Хороших, ну, хороших всегда при мне. А хорошим тоже надо было помогать, потому что... Вот я говорю, хочу рассказать вот эту плохую историю, она очень показательная. Ладно, давайте, послушаем. Потому что делаю я химиотерапию, еще у меня не было операции. Звонит одна коллега, никогда подругой не была. Такая вся, ай, ой, 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 вот мне нужно взаймы, там я лежу в больнице. Такая вся несчастная. Ну, я, естественно, человек без кожи. К Вадиму, к мужу, я говорю, вот смотри, какая ситуация. Ну, перечисляют Вадиму. Сколько? Ох, шестизначно. Ну, сколько? Ну, шестизначно. Так. Девушка берет на недельку. Угу. И ровно после того, что эта неделька прошла, она просто перестает с нами здороваться. Все, ее нет. И потом я узнаю, что она брала себе не на лечение, а на палату повышенной комфортности. И я сказала, ребята... Я ей просто тут как шарик отрезала, вот так чпок, и все. И нету человека. И вот ей сейчас очень нужно со мной пообщаться. А возможности больше нет. А возможности больше нет. И я просто тихо, спокойно сказала, ну, нет меня. Или нет тебя. Выбирай. Что хочешь. А мне не надо. Ну, это все нормально. Такие ситуации, они, конечно... Очень пришлось многим друзьям помогать. Потому что у нас ведь не учат общаться с тяжелобольными людьми. И я понимаю, когда даже вот самые близкие, самые верные друзья, их немного, но есть, естественно, как у каждого человека. Им приходилось тоже помогать, потому что не знают люди, что сказать, как держаться, вот как на тебя реагировать. Когда узнают о диагнозе. И они очень... Они буквально вот растерялись. И мне их было так жалко. А в этом самое страшное. Когда человек теряется, он начинает терять время. Потому что он не знает, к какому доктору обратиться. Он не знает... Не-не-не, я про друзей. Про друзей. Не знали, как говорится. А, ваши? Да, вот те люди, которые очень хорошие, которых я очень люблю, которые у меня очень хорошо... То есть вы им помогали? Я им помогала, потому что я постоянно чувствовала себя неловко, потому что я... Ну, вот я со своим диагнозом, мальчик просто не знает, как себя вести. И я как-то помогала. Я говорю, да не надо ничего говорить. Не надо там, держись или еще что-то. Ну, слов-то подобрать сложно в такой ситуации. Слов подобрать очень сложно. И причем я сейчас... Вот у меня сейчас организовался такой кодекс. Я говорю, можно говорить все, что угодно людям? У которых обнаружили что-то, которое лечится. Но есть вещи, которые ни в коем случае нельзя произносить. Какие? Очень мало. Какие? Ну, например, слово держись. Держись. А еще что? Ну, например, ну ты давай. Ну, например, начинается какая-то конспирология. Или как ты себя чувствуешь? Постоянные вопросы вот эти, как? Они вас смущали или не смущали? Ну ты как? Не, ну как ты себя чувствуешь? Меня не смущало. Но когда вот человек тоже начинает искать какие-то сведения, выясняется, что он там что-то где-то... Ой, а ведь процент выживаемости, это вот такое-то... Слушайте, мне это так радостно слышать было. Ну да, да, да. И вот это, конечно, ничего нельзя. И вот сейчас я пытаюсь людям доказать, что, ребят, не надо додумывать. Вот у нас в нашем клубе, как говорит Хосе Карерус, наш клуб онкологический... Кстати, эта фраза... У нас в клубе есть очень большие, такие вот очень важные законы. И первый закон, которому меня обучили, никогда в жизни не тянуть чужой диагноз на себя. У всех всё индивидуально. У тебя может быть так, а у тебя может быть наперекосяк. Люба, а давайте вот... Вот вы сказали эту фразу. Добро пожаловать в наш клуб. Это фраза была от Хосе Каререса. Это была фраза от Хосе Каререса, потому что... Вот я вспомнила сейчас... А как он узнал о вашей болезни? Так как-то вот... А я не помню. Как-то мы что-то пересеклись на очередном концерте, а я сказала, а я теперь тоже готов. А Хосе Каререс тоже переболел? Так он же переболел. Он же первый начал с Великой Тройки. Вся Великая Тройка переболела раком. И Повороте, и Доминго, и Каререс. У Доминго была операция, у нее не было химии. А Каререса что? У Каререса была лекемия очень сложная в конце 80-х годов. Он... Там тоже была очень интересная конспирология, что все говорили, вот, концерт трех тенеров создали для того, чтобы вылечить Хосе Каререса. Слушайте, ну смех на лужейке. Из первых рук знаю, чего там было, кто его держал за руку, когда он вышел из наркоза. Его вытащил из того света буквально Герберт фон Карайен, который его обожал, который проплатил ему лечение в Сиэтле. В той клинике, где ему сделали очень успешную пересадку мозга. Лекемия лечится очень хорошо, когда человек заболевает в раннем возрасте. Как Каререс. Он был молодой, сильный мужчина. Вдруг у него начались эти проблемы. Ему сделали пересадку мозга, он в стойкой ремиссии. Слава Богу, сколько лет. И он до сих пор, он каждый год клянется закончить карьеру, каждый год ее не заканчивает. Еще привезете? Обязательно. Во-первых, мы его обязательно наградим как великого филантропа и мецената премии Онегин. Мы уже договорились, что он уже обладатель этой премии. Единственное, что когда он ее получит сам, я хочу, чтобы ему лично вручили. У нас очень красивый приз. Они прям все гоняются за этим призом. Тоже хочу, мне не дают. А у них все основания есть. И я просто обязательно хочу его отметить, потому что человек сейчас живет своей... Вот у него в жизни сейчас есть только одно. Его творчество, которое все абсолютно направлено, он все деньги. Он живет в маленьком домике под Барселону. Сейчас нет семьи. И он все деньги, которые он зарабатывает, он тратит на строительство клиник против лейкемии. Это очень красиво. И в его же клинике лечилась Барсцова. К сожалению, ее там не спасли. И ей как раз не была показана операция. Но настояли на операции, на пересадке костного мозга. Это уже не могло помочь. Потому что, к сожалению, Елена Васильевна заболела, когда ей было много лет. И уже не надо было ничего делать. Уже надо было просто счастливо дожить. Она не вышла из наркоза. Люба, а можно мы вот вернемся к этой фразе «Добро пожаловать в наш клуб»? Это вот тех людей, которые... Клуб, которые переболели раком. Что значит клуб? Что это вообще? Ну, это же совершенно особые люди, у которых был рак. Они же одной ногой уже там побывали. И они уже туда заглянули. И они уже поняли, что вот жизнь такая, какая-то такая вот тоненькая. Когда живешь, и у тебя нет вот этой смертельной угрозы, ты этого не понимаешь. Не ценишь. Когда не то, что не ценишь, просто об этом не думаешь. Живешь себе и живешь. А когда ты понимаешь, что... А может, ведь закончится по-разному. Все-таки не насморк. Может быть так, а может быть всяк. Поможет ли лечение? Неизвестно. Ну, конечно, поможет, да. Мы же понимаем. Но умом-то ты понимаешь, как взрослый человек, что... А может быть, пойдет вот что-то как-то по-другому. Ведь от рака иногда люди уходят. Ну, случается это. Случается. И вот ты думаешь, не то, что ты... Ой, все, я сейчас помру, пойду помру. Нет. Но ты понимаешь, что такая возможность у тебя есть. И вот ты какое-то время с этим живешь. То есть ты понимаешь, что ты одной ногой уже вот туда заступил, а потом ты эту ногу оттуда убрала, слава богу, у тебя продолжается нормальная жизнь, но ты там уже была. И ты меняешься. Меняешься. Еще как меняешься. И вот все, которые там побывали... В лучшую же сторону. В лучшую же сторону люди меняются. А фиг его знает. Вот стала я лучше или нет, не знаю. Это не мне. Но вот все люди, которых я знаю, вот не о себе говорят. Что люди говорят? Ой, вот те люди, которых я знаю, которые переболели раком, они классные. Они совсем другие люди. А вам люди что говорят? Я очень... После рака изменилась, я стала очень жесткая. Я стала очень жесткая. И вот сейчас вот эти вот сопли по поводу там... Дай мне шесть знаков. Я их потрачу на палату. Лучше по поводу... Так это наоборот изменения, я считаю, к лучшему. Это же... Это уже никогда. Лучше вот тому, кому надо. Рациональное мышление, конечно. И если я вижу цель, я перестала бояться. Я перестала бояться каких-то чиновников. Я перестала бояться каких-то людей, которых обычные люди боятся, воспринимают, как что-то надстоящее. Там какая-то глава управы или какая-то шишка в префектуре. Плевать вообще. Кто это? Слушайте, что это за люди? Раньше боялись? Нет, я раньше, конечно, их не боялась никогда в жизни, но просто дело в том, что как-то я, ну, как принято у нас, относилась с неким пиететом, что вот там, как говорят, начальство. Слушайте, какое начальство? О чем вы говорите? Сейчас вообще такая переоценка ценностей прошла. Именно вот пройдя через эту болезнь, вылечившись... Да, я поняла, что вот это вот не ценно, ценно совсем другое. И клуб – это своего рода система ценностей, да? Ну, клуб – это, во-первых, общность людей. Общность людей объединяет, да? Которые, да, которые с этим столкнулись, они прошли и вышли из этого. Хорошо друг друга понимают? Как все, конечно. Как в любом клубе, в пиквикском, в английском, у них есть устав определенный, по которому они живут, и поэтому они очень хорошо понимают, потому что законы одни. А в данном случае негласные правила, о которых даже и не надо рассказывать, да? Потому что каждый прочувствовал. Очень даже надо рассказывать, потому что надо новичкам рассказывать. Нет, друг другу не надо рассказывать. Друг другу не надо. То есть мы сразу поняли, сразу, да. А новичкам передавать свой опыт – это просто необходимо. А новичкам обязательно, потому что… Это наша миссия. Потому что вот эти разговоры о том, что вот там у кого-то, а у кого-то, а у чего-то, категорически. То есть у каждого своя жизнь, у каждого свой диагноз, у каждого свое течение. У вас все будет хорошо. Да. Мало ли, у кого-то что-то. Я вот слышала, что даже один и тот же диагноз, одинаковая болезнь в одинаковой стадии, с одинаковыми физическими возможностями, с одинаковыми лекарствами может закончиться разными результатами. Причем я все время еще не всем говорю о втором законе, основном законе нашего клуба. Первый – никогда не тяни на себя чужую историю. Да. Потому что каждый организм… Как ты отреагируешь на лекарства? Отрицательную историю не надо тянуть на себя. Вообще любую не надо тянуть на себя. Ну, положительные я притягивать бы с удовольствием. Нет, конечно. Мотивационные. Мотивационные мы видим, что все хорошо. Но вот первое, чему меня обучили – никогда не смотри на кого-то. То есть у кого-то что-то случилось, кто-то что-то не перенес, у кого-то что-то… Тебя это не касается вообще. Это не твоя история. Думай, ты просто лечишься, настраивайся нормально на лечение, и все. Соберись и борись. Все. Дальше. Второй закон. Вот после диагноза. Это категорически… Категорически нельзя забывать никогда о том, что рак – это территория чудес. То есть рак – это территория чудес. Что это значит? И это фантастика. Сколько у меня было живых примеров перед глазами, когда человеку ставили четвертую стадию, когда его хранили вообще всем, уже чуть ли не цветочки покупали на могилку, а человек выпутывался, выходил, вылечивался полностью, все преодолевал. То есть всегда в этой болезни всегда есть место чуду. О чем это говорит? Это говорит только о том, что надежды терять никому нельзя. Никому никогда нельзя, естественно. Потому что случается иногда какое-то событие в жизни у человека, как-то лечение подействовало. И вот те люди, которым ставили достаточно серьезную стадию, мне же сразу поставили третью стадию. Это было в лимфоузлах. Я поняла, что при том образе жизни, который я вела, при той нагрузке, которую я себе давала, это же чудо. Я же должна была не только на третью стадию разогнать по всему организму, я же должна была вообще уже помереть от этого давно. А у меня все, слава богу, у меня все схватили всего лишь лимфоузлы. То есть бац, и все. Благодаря даже спорту, которым вы занимались очень усиленно. И у меня куча примеров, когда человек излечивался, уж казалось бы, такая была очень серьезная ситуация, что-то ломалось, что-то какая-то вот история проходила, ломался ход болезни, и человек выходил совершенно в порядке из рака. То есть всегда надо давать себе четкую установку, что в любой момент может случиться что-то, что все изменит к лучшему, и все будет нормально. То есть никогда нельзя, отчаяние, это вообще не наш вариант. Абсолютно. Ну, то, что, в принципе, произошло с вами, то, что произошло со мной, это, опять же, благодаря тому, что мы не впали в это отчаяние. Не, ну впадали, конечно. Вы впадали? Я не верю. Как это могло произойти? А у меня очень тяжелый был момент, вот до того, как я уже поняла, что у меня рак, перед тем, как я пошла к врачу. До того, как мне уже врачи сказали, что ты куда тянешь-то, дорогая моя. У меня же было очень много знаков. То есть я вообще человек, не то, что я мистический какой-то, но от этого никуда не уйдешь. Мне все время попадались какие-то умирающие животные на пути. Что-то у меня, мучили меня какие-то сны, а я ко всем снам отношусь, как к вещам. Мне все время снились какие-то знаки, которые мне четко, совершенно говорили, что если я вот в ближайшее время не начну что-то делать, ну три года тебе останется. А в ближайшее время вы не начинали? А в ближайшее время я не начинала. Я могу объяснить, почему я не начинала, потому что это очень распространенная история, она практически касается вообще всех. Потому что вот как только я начала догадываться, что что-то такое происходит плохое, не то. Ну я же не дура, я же понимаю, что уже были признаки. И я включаю радио, включаю телевидение, слушаю просто разговор по улице. Вот идут два человека разговаривать. И везде были знаки. И везде были не только знаки, а везде говорили. Вот я включаю радио, а там говорят, ой, у нас медицина ужасная, у нас европротокола нету, у нас рак не лечится, у нас это приговор, у нас это вот, вот если вы заболели раком, все кранты. Ну понятно. Или вы останетесь без квартиры, или у вас денег не хватит. То есть, и вот буквально до того дошло, что уже я с своей подругой говорю, она говорит, а почему ты не идешь? Я говорю, Лена, а какой мне смысл лечиться? Ведь у меня даже денег не хватит на европроток. Я понимаю, что сейчас, но это же надо было дойти. Я все изменила. Шесть лет прошло. Я, например, столкнулась с другой ситуацией. Так и тогда этого не было. Так и тогда этого не было. Просто дело в том, что у нас, и тогда не было никакого отчаяния. У нас было отличное лечение. Шесть лет назад меня вытащили. Да. Но при этом... Нагнетается в СМИ. Но при этом специально нагнетается в СМИ. Специально. Ведь много у нас есть программ, куда приглашают вот таких, как я, как вы. Нет. У нас их нет. Ну, надо больше трагедии и ужасов показать. Нам показывают какие-то ужасы войны, да, ужасы нашей медицины. Где ужасы медицины? У меня влили герцептен 90 тысяч долларов за счет города-героя Москвы. Где ужасы медицины? Я не заплатила ни копейки. Мне все сделали по... Тогда еще была бесплатная медицина. И сейчас это то же самое происходит. И реконструкция делается бесплатная. Реконструкция, да. Совершенно верно. Но из всех средств массовой информации на меня только лилось, что у нас все плохо. Вы помрете. Вы или продадите квартиру, и нищие сдохнете от голода, но здоровые. Или все. И у нас же вот это нагнетается. Нет программ, которые приглашают к себе в гости тех людей, которые это победили. Причем победили по нашему закону, по российскому. И нет программ, да. Платя каких-то миллион. Их нету. Нет программ, которые просветят. Если вдруг получилась ситуация такая, куда идти. Куда идти, куда идти. Правильно. Никто не зовет меня, никто не зовет вас. Но мы сами решили этим заняться. Мы сами расскажем. Молодцы. Честь и хвала. Но центральное телевидение, там учат какать, там учат писать, там учат всему чему угодно. Нет, правда, это все. У Малышевой, я смотрю, там единственная панацея это всего абсолютно, это секс в 75 лет. Я понимаю, что секс в 75 лет, это очень важно. Тем более, что пенсионный возраст растет. Но у нас онкологическая эпидемия. Не надо от этого никуда уходить. Она есть. И людей надо просвещать. И я считаю, что вот та история, которая сейчас произошла в Коньково, когда тетенька начала собирать подписи, это косяк не тетеньки. Бракобесия. Никакого бракобесия там нет. Это просто элементарное. Вот с одной стороны, человек безумно боится заболеть раком. Потому что она включает телевизор, точно так же, как я слышала. Потому что у нас ужасная медицина. У нас не умеют лечить. Вы можете вылечиться только за рубежом. Да кто сказал это? У нас все это есть. Но у нас об этом не принято говорить, что у нас очень большие успехи в онкологии, в российской. У нас люди прорывы делают. А с другой стороны, вот не учи, госпожа Маушева, не учи человека как, или учи какать. Учи трахаться в 75 лет. Я все время рекламирую Виагру. Но ты рассказываешь, что рак это не заразно. Откуда этой женщине, которая безумно боится рака, потому что ее настроили так, что рак это приговор, это все это кранты. Но много, много. Ей под 70. Она только это знает. Она не знает ничего нового. Таких людей много. И ей никто не говорит, что есть успехи медицины, что есть препараты, что есть возможность лечиться по ОМС, что все это есть. Люба, а кто нам с вами об этом говорит? Мы берем и сами изучаем этот вопрос. Мы с этим столкнулись. Вот она столкнулась в той форме, что ей мешало взять и хотя бы у своих детей, взрослых там спросить. А что мешало работникам фонда «Подари жизнь», где эти люди сделали хостел вот в этом вот подъезде жилого дома? А, это хостел. Это хостел. Потому что, когда квартира делится на комнаты и сдаются по комнатам, это называется хостел. Ничего плохого в этом нет. Хотя в жилых домах это не рекомендовано. Это практически запрещено сейчас. Нельзя это делать. Но сделали и сделали. Действительно, дети приезжают на лечение. Святое дело. Ну, потому что это рядом с больницей, не всегда есть гостиницы, есть проблемы. Ну, что мешало волонтерам вот этого фонда «Подари жизнь» пойти вот с этими людьми поговорить? Так, наверное, уже говорили. Нет, не говорили. Вот если бы говорили, я уверена, что все эти люди, даже включая вот эту госпожу Аллову, которая сейчас вот эту вот бучу подняла якобы, я думаю, что там совсем не в этом дело. Там совсем не в этом дело. Люди просто не хотят, чтобы был хостел в подъезде. А вот эта вот онкологическая тема, она же горячая. У нас же рак, это же горячая тема. Я считаю, что я пытаюсь просто в этой ситуации понять всех. Я могу понять вот эту Аллу, которая безумно боится рака. В 70 лет она не может открыть интернет, потому что мы видели эту женщину. Она простая. Она не пользователь. Это мы сели там класс-класс, да, и посмотрели. Я вспоминаю ту историю, которая была в свое время, совсем не так давно, 20 лет назад, спид, ВИЧ. Ой, ну да. Так то же самое сейчас с раком происходит. И мы же тоже, мы делали над собой усилия, чтобы подать руку больному ВИЧ. Это мы сейчас понимаем прекрасно, что ничего не грозит. Но какая была пропаганда? Ведь даже была газета спидинфо. Кто сейчас о раке говорит, вот такие вещи, всем, даже вот этим вот Алловым, которые могут не из интернета вот это вот. Ну, волонтеры пошли, поговорили, просто поговорили. Там же 40 человек подписалось. И все боятся. Давайте просто поговорите, что это не заразно. Вот детки, вот смотрите, вот никто никого ничего не боится. И они бы сами пошли бы в волонтеры, я уверена. Да, конечно, это был бы правильный, наверное, путь, но вот теперь у нас всегда так. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Теперь, может быть, начнут госпожи, которые ведут программы о здоровье, вот таким вот людям, которые называются во всем мире обыватели. Обыватели. Они не очень просвещенные, они не очень любопытные, они не очень обученные, может быть. Но Малышева-то смотрят. Но Малышева-то они смотрят. Да. Значит, это косяк Малышевой. Почему она не рассказала нам при эпидемии рака, что это не заразно, что можно руку подавать, и что не надо детей бояться? Придется ее в планы на жизнь тоже пригласить и узнать, почему. Почему она этого не делает? Ну, потому что, я знаю, почему она этого не делает, но просто дело в том, что при том действительно охвате, которое сейчас... Я смотрю, вот просто вот так вот голову поворачиваю среди своих знакомых, среди своих друзей, и я вижу, что нет семьи, которая без этого осталась. Путин же вчера говорил. Ну, нет семьи, которая без этого обошлась. Значит, уже время пришло, значит, уже надо говорить об этом. Ну, потому что это на самом деле растет. Это острая проблема, она связана со средой обитания, она связана с тем, что мы кушаем, с тем образом жизни, который у нас, он сильно поменялся. Особенно в Москве, где безумное количество стрессовых ситуаций тебя от и до... Кроме того, что мы... ...постерегает. Да, кроме того, что мы... С 7 утра до 10 вечера ты без конца находишься в стрессе. Конечно. Мы рассказываем о том, что надо делать, когда диагноз поставили, а есть же еще и профилактика. О ней тоже надо рассказывать, правильно? Есть профилактика, и есть какие-то элементарные наборы знаний, которые вот как о спиде. Сейчас о спиде, да даже уже... Уже не говорят. Уже не говорят. Уже как-то все к этому... Уже и так все понятно. А про онкозаболевание не хотят слышать, потому что это страшно для них. Очень много пройдено, очень много пережито. Уже понимаем, какие планы на жизнь. Концерты, вот... Работа. Опера. Онегин, вот эта вот премия, которая очень интересная, вот уже три премии провели. Вот. А как дело обстоит вот с теми людьми, которые только что попали в беду, узнали о своем диагнозе? Помогаете? Если помогаете, как, где и вообще что еще намерены сделать? Ну, помогаю, конечно. Во-первых, я большой специалист, как мы все. Я знаю, куда надо идти. Куда идти не надо. В какие страны надо обращаться, в какие страны не надо обращаться. Мне просто очень жалко людских денег, если честно. Потому что у меня тоже... Вот о чем я говорю? У меня был выбор. Германия, Израиль, Россия. Я обзвонила честно в клинике. Германские, израильские. Я поняла, что и то, и другое, это вообще совершенно не наш вариант. Абсолютно. Почему? В Германии те же самые русские врачи. В какой-то клинике Шеретэ, что вы меняете шелономыло? Причем они там не признают наших исследований. И вы начинаете с того, что у меня было первое... В первом приближении все обследования, которые мне сделали в Ромс, они говорят, не-не-не, нам это не надо. Мы будем делать свои. И это будет стоить где-то порядка 15-20 тысяч евро. У вас лишние? Ну, езжайте. Не у всех, во-первых, есть. А когда начинаются эти сборы... Вы попадете к тому же самому доктору Шпильману, который принимал в Ромсе, который теперь просто поменял место жительства. Уровень жизни. Уровень жизни. И вы сейчас, вас будут за все абсолютно брать деньги, за тот же самый герцептен, который вы здесь делаете бесплатно. Не бесплатно, за счет закупок государственных. В Израиле вообще кранты. То есть они мне сказали, три дня на операцию, потом один. Я с этими... Что значит на операцию? То есть это после радикальной мастектомии, три дня, я вся в трубках, как космонавт. Так там даже лимфа будет собираться, вот в эти дренажи, которые устанавливаются. Ну, вот именно, я вся в дренажах, меня за два месяца ни разу не отпустили домой. Ну, так. Вы же сказал, вот сиди. Пока лимфа твоя не решит, что все, вот ты здесь будешь сидеть. Я два месяца просидела. Честно просидела, провела в 62-й больнице. Так что же, получается, вот... А в Израиле, пожалуйста, причем они говорят, ну, слушайте, зачем вам делать химиотерапию? Ну, вы потом подумайте. Вы приезжайте, вы прооперируетесь, главное здесь. А химию, ну, может быть, будет и делать, может быть, не делать. И что? А если бы я не делала химию, представляете, что со мной было бы? Ну, лечение за границей, получается, это, в общем-то... Лечение за границей, это все ерунда. Да, с жиром. По большей части, да. Если, вот, допустим, реабилитация, уход, уход, да, за границей, наверное, это хорошо. Там другое питание, там не наше больничное питание, хотя в больнице нормальное питание. Надо, опыт надо, наверное, перенимать. Есть хорошие программы. Есть хорошие, но какие-то виды рака, безусловно, можно вылечить сейчас за границей более успешно, чем у нас, без сомнения. Но, допустим, рак молочной железы совершенно никакого нету, никакой нет нужды уезжать в какую-то страну, платить там деньги и получать фактически то же самое. Да. Я просто не вижу смысла. И я всем людям рассказываю. Я рассказываю, куда пойти, к кому обратиться, куда, может быть, не пойти. Ну, с таким опытом, с таким опытом, конечно же, надо делиться. И у вас есть возможность не только вот на страницах Фейсбука, а вот сейчас еще нашим зрителям рассказать и посоветовать. Ну, наверное, какие бы основные советы вы дали, пройдя вот через такую проблему, не только тем, кто получил диагноз, но и те, которые абсолютно здоровы. Это такая вещь, которая, ну, в общем-то, может случиться либо с твоим близким, либо с твоим знакомым. Да? Какие бы советы дали нашим зрителям? Ой, ну, советы очень трудно давать. У нас очень тяжелая страна в смысле отношения к своему здоровью. В смысле, опять же... Страна, это вы имеете в виду государство или ментальность нашего народа? А и то, и другое. И то, и другое. И то, и другое. Потому что у нас и государство ничего не делает для того, чтобы... Нет, ничего не делает. Вы только что рассказывали, как прекрасно нас лечат. Вот если бы наше государство что-то делало, как за границей, допустим, у меня есть подружки во Франции, в Италии, в Германии, в Штатах, в Финляндии. Они там раз в год открыточку получают. Девушка, тебе исполнилось 40 лет? Исполнилось. Давай-ка ты маммографию каждый год будешь делать. Вот тебе приходит открыточка, и там написано, что такого-то числа, такому-то доктору ты должна прийти и просто сделать рентген. У нас очень многие даже боятся слова маммографии, у них просто вызывает какой-то страшный трепет. Чего боятся обычного рентгена? Дешевле предупредить, чем лечить. Но у нас ведь правильно, потому что они знают, что если рак молочной железы хватается на первой стадии, не нужна ни дорогостоящая химия, ни дорогостоящая операция, многочасовая, не нужна никакая реконструкция. Потому что это можно все сделать секторально прекрасно. Сейчас уже все реже и реже делать секторально. Все реже и реже, да. Не нужна хорошо, не нужна химия, не нужна радиология. Это все стоит очень больших денег. Сейчас иммунотерапия тоже самое, это совершенно сумасшедшие мульоны. Там прекрасно понимают государство, что им легче всех женщин позвать на профилактический скрининг раз в год, чем потом платить бешеные деньги. И попробовать, ты на этот скрининг не приди. А как нашим? В Финляндии 1800 евро за то, что ты пропускаешь этот скрининг, и даже с тобой разговаривать никто не будет. Зачем вы это говорите? Сейчас у нас и так куча всего грузит, грузит людей. Нет. И еще сейчас скажут, давайте мы еще и будем штрафовать людей за то, что они болеют. Боже мой, нет, не хочется. Ну, у нас государство уже за столько всего штрафует, что уже, по-моему, нам это уже не страшно, все равно хоть никто не будет. Просто дело в том, что я вот, когда я общалась с компанией «Филипс», я спрашивала, а что у нас? Они делают шикарные маммографы. Я говорю, а у нас что, нет маммографов, что ли? Да полно. Просто никто не пользуется, никто не делает. У нас нет государственной программы женского здоровья. Ну, это да. И поэтому на себя берут общественные организации. Мы не видим. А где эти общественные организации? Где они были, когда я болела? Вот эти общественные организации. Ну, к сожалению, тогда это вот... Я не тогда, сейчас то же самое. Я сейчас точно так же на себе ничего не ощущаю от этих общественных организаций. Вот эти общественные организации, Аллы, вы не рассказали, что рак не заразит. Что рак не всегда враг, да? Вот, ничего абсолютно... Ну, я не знаю, что они делают. У них нет доступа к СМИ. А как они могут рассказать? И то, что им дается, это вот какие-то местечковые такие порталы. Просто дело в том, что если бы у меня не было выхода, как на Западе, вот если бы мне надо было пойти и сделать эту маммографию, я пошла бы и сделала, мне бы не нужно было вот это всё страшное лечение, которое мне пришлось пережить. Вовремя надо. Вовремя. То есть главный совет... А я себя не могла, да. И я, опять же, я себя не могла заставить. Я рассказывала, почему я себя не могла заставить. Потому что меня опять то же самое государство запугало, что у нас вот этого нету, этого нету, этого нету. Медицина ужасная. Те же самые СМИ. Вот всё плохо. Никто вас не вылечит. Ну, какой смысл, да, идти лечиться? Люди просто боятся. Почему? Я со всеми подругами своими говорю. Почему они не идут и не делают маммографию, да? У меня ходят. А они мне отвечают, вот мои, например, отвечают очень простую вещь. Мы боимся услышать диагноз страшно. Ну, потому что они понимают, через что придётся пройти. Нет, они понимают, что у нас в стране этого нету. Многие не боятся пройти через это. У меня многие девчонки, они в сто раз более мужественные, чем я. Они волосы теряли. Чего у нас в стране нет? Они всё, они ходили лысые, они ничего не боялись. Я-то с ледяной шапкой, я ходила вся волосатая. Они все ходили лысые, с головой, как коленка. Они говорили, это всё ерунда, мы всё преодолеем, лишь бы выжить. Да, все так говорят. Не все так говорят. Ну, кто не все? Не все так говорят. Вот у меня было... Я когда слышу, что люди кушают, вот как они себя ведут, какой образ жизни в момент лечения, у меня не было ни химии, ни лучей. У меня была операция, я на ранней стадии. И они мне говорят, да ты будешь всё, что угодно есть и всё, что угодно делать, лишь бы выжить. Вот нормальный настрой на жизнь. Я знаю истории, которые, ну, просто впечатляют. Я надеюсь о них рассказать здесь, в нашей программе. Мне кажется, здесь просто, если человек нацелен, готов продолжить... Вот у нас как раз задача, мне кажется, как я вижу свою задачу, человека нацелить на это. Не все нацелены. Очень многие боятся. Нам нужно и хороших примеров побольше. и научить людей не бояться. И научить людей не бояться... И толкнуть людей к тому, чтобы они пошли провериться. Не просто рака, а рак в отношении себя. Потому что если ты пойдёшь рано... Причём я девчонкам с твоим на Западе задаю вопрос. А ты не боишься ходить, делать скринку? А чего мне бояться? Я считаю, что это идеальная история, которой мы должны сделать так, чтобы не боялись, потому что у них всё в порядке. А я сейчас себя поймала на мысли, как же хорошо живётся людям, которые прошли, проверились, у них всё в порядке, но до этого они думали, ой, вдруг что-то не так. Какое облегчение? Вот это же ведь... Да это круто просто диагностироваться ежегодно или раз в год, или раз в полгода. Мне кажется, даже для психологического собственного состояния это круто. А если уж и случилась беда, то ты её схватил на ранней стадии, как в моём случае. И не надо химии, и не надо потери волос, не надо радиологии. Тем более в наше время. Да? Тем более, потому что сейчас я слежу очень пристально за успехами. О, Господи! Вот такие прорывные технологии. Тут всё так идёт вперёд, что уже даже не успеваешь следить. Да? В моё время ещё не было никакой иммунотерапии. Сейчас уже вовсю лечат вообще всё, что угодно. И потрясающие совершенно успехи. Я, может быть, не совсем знаю там способы лечения, не вдаюсь в подробности, наверное, лечения. Но я точно знаю, что внутри должен быть стержень, должна быть убеждённость, должна быть, вот как мы и говорили ранее, на цельность, на здоровье, на жизнь и всё. И вот на этой замечательной, прекрасной ноте мы закончим сегодняшний выпуск. Спасибо огромное, что были. Столько энергии от вас. У вас такие задорные, девичьи, молодые глаза. Я вот прям через них читаю вашу душу. И очень приятно, что вообще познакомилась с вами, что была такая возможность послушать вас. И может быть даже мы продолжим с вами наш диалог, потому что у вас очень интересные проекты, связанные с онкологическими проблемами, заболеваниями. Вот этот проект Венчиро. Ещё пару слов о этом проекте. Вот это вот очень интересная история получилась, потому что я не могу достучаться до многих своих подруг, когда я им говорю, что пойди проверься, пойди проверься. Ой, я боюсь, у меня нет времени. Я там вот... Так я подумала, что, во-первых, если у меня мои коллеги певцы, знаменитые, звёзды мировой оперы, умудрились вытащить из того света, потому что я же рассказывала, как я на их голос шла практически, я с того света возвращалась на этот, и я слушала, они так громко орали, и всё. И я подумала, что вот их голоса тоже должны послужить чему-то. Толкнуть хотя бы на диагноз. Не просто так всё это произошло, не просто так мне, видимо, было вот это воспаление лёгких, и не просто так у меня прошла вот эта вот эпохальная ночь, когда я слушала голоса, если они меня вытащили, значит, они вытащат других. И когда я говорю, что девочки, а девочки говорят, а что ты там нам скажешь? А вот когда им скажут мальчики, которых они обожают, потому что очень много поклонниц вот у этих вот звёзд мировой оперы, это же мировая опера очень шагнула вперёд, и сейчас вот толстеньких коррозу уже же нет. То есть там же все, боже мой, там все киногерои, там Шварценеггер отдыхает, какие там мужчины поют сейчас в опере. Есть эти мужчины, скажут нашим девчонкам, что вам нужно просто просвещенно относиться к своему здоровью. И покажут на меня, и скажут, никогда не повторяйте ошибок вот этой вот дурищи, которая стоит перед вами, здоровая, нахальная. Вот она стоит на этой сцене, делает вот эти вот проекты, но она могла, всё потерять, потому что она в своё время боялась. Посмотрите на неё, сделайте по-другому. И мы вам говорим, что быстро пошла, проверилась, завтра утром ты проснёшься счастливым человеком, потому что тебе доктор скажет, что у тебя всё хорошо. А почему тебе доктор скажет, что у тебя всё хорошо? Потому что только 0, 0,4% онкологических образований является злокачественным. Минимальное. Минимальное. Всё остальное, всё хорошо, всё доброкачественное. Я не достучусь, а мужчина достучится. И вот на этом вот контрасте, я думаю, что вот этот проект «Венчаро», когда самые шикарные, самые красивые, самые талантливые мужчины мира на оперной сцене будут бороться с самой женской болезнью, и, конечно, вот эти мужчины, они, может быть, достучатся быстрее до наших девчонок, чем не смогла достучаться, допустим, я. Я думаю, что какая-то миссия моя в этом есть. Есть, определённо есть. Очень благодарна, что вы меня пригласили. Замечательная программа, просто очень счастливого знакомства. Я очень надеюсь, что мой вот такой вот достаточно неоднозначный пример, у вас пример очень положительный, потому что вы человек с абсолютно нормальной психикой, человек с абсолютно нормальной психикой, идёт, проверяется, быстро лечится и забывает об этом на всю жизнь. Да. Ну, мы, наверное, творческие люди немножко по-другому устроены и напуганы, и как-то не так посмотрели, как надо на жизнь. Я просто вот всем хочу сказать, что не делайте так, как делала я, делайте так, как делаете вы, и всё будет хорошо. Спасибо. Потому что лучше всего не допускать вот эту горошинку, чтобы она тобой командовала. Её просто надо и всё. маленькая горошинка, которая потом подчиняет, вот в моём случае, она подчинила себе на пять лет мою жизнь себе. Вот такая штучка. А вы поступили абсолютно правильно. Вы её просто убрали, всё, и забыли про это дело. Вот надо так поступать, как поступаете вы. Поэтому я думаю, что мой пример вот такой вот был, как мне надо делать, и ваш пример, как делать надо. И всё у наших девчонок и мальчишек, всё будет отлично. Спасибо большое. Теперь дружим, дружим и друг другу помогаем в нашем вот этом интересном деле. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня была очень увлекательная беседа с нашей гостьей Любовью Глазковой. Это был яркий пример, интересная судьба человека. Любовь нам показала, как надо справляться с трудностями в жизни и при этом оставаться сильной личностью, ярким, интересным человеком. Берегите себя, своих близких и самое главное, вовремя надо идти к врачу. Будем двигаться дальше и строить планы на жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok